доброе утро дорогие мои друзья сегодня мы с вами поговорим о растении который на мой взгляд совершенно не заслужен многие садоводы не сажают наверное потому что не знают как за ним ухаживать итак наш гость сегодня ирга у меня великолепнейший сорт великолепнейшие растения торт муки очень замечательное растение а чем же оно такое замечательное разумный вопрос первое это абсолютно неприхотливое растение второе ягоды необычайно вкусные я не могу даже подобрать эпитеты чтобы сравнить вкус этой ягоды смородина нет слаще клюква да нет конечно слаще сложности в их нет красота однозначно да конечно же говорить сейчас о красоте растения сложно потому что листочки уже желтые они подведают заканчивается перед вегетацию этого растения и она уходит в спячку в зимнюю спячку как все практически другие растения соответственно сейчас покупать это только смотреть на само растение в первую очередь как выбрать такой сажен смотрите есть такое смешное слово ошмыгивание или ошмурыгивание но мы предпочитаем слово ошмыгивание что это значит это значит что все ра все листочки с растений можно уже удалять абсолютно спокойно а теперь пока я еще не все листики удалила обратите внимание на междоузлия вот эта часть между листочками это междоузлия вот если эти части вот такие коротенькие здесь можно по почкам уже смотреть если они короткие не длинные значит это растение выращено а в нашей полосе в тульском регионе в близлежащих если междоузлия большие длинные вытянуты значит это растение привезено из южных регионов и не факт что она у нас перезимует проверить так можно не только иргуб любое другое растение поэтому обращайте на это внимание это первое второе обращайте внимание как корневая система упакована очень много продают посадочного материала с открытой корневой системы вроде бы с одной стороны саженцы хорошие корневую систему видно сразу как проверять мы уже с вами разбирали на примере малины но все-таки растение пересыхает корневая система должна быть все время в субстрате и когда мы вытаскиваем там откуда-то из опилок из торфа или еще лучше в пакетах продают это не очень хорошо самая хорошая форма упаковки это когда растение вот тубированы вот в таком пакете корневая система упакована в торф стретч пленку вот на ощупь трогаю плотная хорошая упаковка с торфом промаркирована с биркой запечатано хорошо воздух не попадает и вот в таком упаковочном пакете как правило производитель оставляет свои знаки либо на бирке либо на пакете чтобы можно было понять откуда это растение какой сорт безусловно какая цена это маркировка растения и так я выбрала вот эту для себя иргу и теперь что и как нужно сажать достаточно проста в уходе это как раз про иргу выбираем место солнечное но я бы рекомендовала посадить чуть чуть подальше хотя бы на расстоянии полутора двух метров от других растений иргу можно формировать как деревцем так и кустарником но почему же подальше дело в том что ирге корневая система очень и очень глубокая до двух метров но не только в этом она еще и объемная поэтому в диаметре тоже занимает полтора два метра вот такая роскошная корневая система у ирги высоту не выращивать ее больше двух метров можно формировать ее кустарничком и тогда у вас будет на уровне вытянутой руки постоянно огромное количество ягод когда эрга цветет это невероятно красиво она цветет белыми цветочками очень и очень эффектно и потом появляются ягодки если хотите чтобы урожая было как можно больше значит осенью делаем формирующую обрезку вот сейчас это растение молоденькая совсем можно посадить и до следующей осени оставить в таком состоянии следующей осенью можно будет укоротить центральный проводник подкоротить боковые веточки и тогда растение будет кустистая пышная хорошая красивая соответственно будет больше урожая что нужно делать при посадке а корневую шейку как у всех плодовых растений мы не заглубляем растение сажаем по длине корневой системы перед посадкой желательно замочить можно замочить в воде с добавлением корневина гетерооксина любого стимулятора корня образования либо делать а посадкой мокрой посадкой в грязь посадочную яму заливаем лейку 10 литровую с водой устанавливаем туда саженец и после этого засыпаем уже такой спокойной хорошей почвы сверху еще разочек проливаем всем растениям осенью нужен влагозаряд корополит если хотите листочки можно удалить сразу если хотите оставьте ветер их все равно сорвет ирга очень зимостойкое растение поэтому укрывать его не нужно корневую систему присыпать тоже сверху ничем не нужно для утепления если вы хотите для получения пользы чтобы меньше было сорняка да можно замучировать торфом можно замучировать компостом а что же еще как высадить иргу с одной стороны хорошо как солитерное растение вот я например хочу очень много ирги но вкуснейшая полезнейшая ягода и мало уходная соответственно из ирги можно делать удивитесь живую изгородь да 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 если будете делать живую изгородь сажайте в ряд несколько растений на расстоянии не больше 50 сантиметров 50 сантиметров у вас будет со временем плотная красивая великолепно цветущая живая изгородь да еще и с урожаем а много ли вы видели урожайных ягодных живых изгородей вот пожалуйста прекрасная декоративная замечательная ирга и еще и полезная так что делайте плюсик пользу ирги покупайте саженцы сажайте их на своем участке и наслаждайтесь приятным вкусом этой полезной и красивой ягоды дорогие мои у нас продажи огромное количество ирги привезли ее много делает ее наш сельскохозяйственный кооператив агрохолдинг северин собственное производство великолепная корневая система отличные сорта и не поздно ее посадить многие кстати говорят почему земляника я хочу клубнику это одно и то же рассада земляники садовой это значит как привыкли многие называть клубника либо виктория заходите на наш сайт 3w северин дефис 71.ру звоните по номеру телефона 8 800 249 81 и приезжайте в наш садовый центр по адресу город тула алексинское шоссе дом 34 мы работаем с 9 до 19 вами как всегда была ирина ульянова и сеть садовых центров северин